МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как не только расслабиться, но и поправить здоровье приятным способом. Этот секрет знает Татьяна Шувалова, психотерапевт со стажем. Уже не первый год она лечит своих пациентов музыкотерапией. Где-то лет 15 назад впервые в медицине стали применять прослушивание музыкальных произведений с лечебными целями, с пациентами, которые имели проблемы в сфере душевного здоровья. И этот вид музыкальной терапии назывался пассивной терапией. Позже поняли, музыка сильнейший регулятор состояния человека, и к этому методу стали относиться серьезнее. Во-первых, это метод, который в своей основе имеет психоаналитическое учение. Он основан на символах, на анализе бессознательного, который выражается при игре, при импровизации, и в выборе инструмента, и в силе звука, и в динамике музыки, и в массе других знаков, которые грамотный специалист может считывать. Таким образом мы получаем некую информацию о человеке, о его состоянии, о его переживаниях. В кабинете Татьяны Шуваловой необычные инструменты. Балафон, ксилофон, волшебное звучание которого будто в транс выводят. Великолепный звук. Бар-чаймс. И правда, бальзам на душу. Кстати, занятия бывают индивидуальные и групповые. В соседнем кабинете собираются иногда по 10 человек и отрываются вдоволь, кто на чем хочет и во что гораст. Барабаны – это вообще наши фавориты, потому что сильные эмоции, особенно с оттенками негативных каких-то качеств. Ой. Ну и безусловно здесь. Инструменты не обязательно должны быть уникальными. Подлечить нервы может и обычная пианино, гитара, в общем, что угодно. Правда, самолечением лучше не заниматься, а прислушаться к профессионалам. Благо, таких у нас немало. Кстати, оренбургские специалисты – одни из немногих в России, у кого за плечами годы практики и которые постоянно развивают этот метод. Не случайно частым гостем Оренбурга становится гуру музыкотерапии Ганс Гельмундейкерфойгт из Германии. В свой нынешний приезд он целую неделю давал мастер-классы и читал лекции не только действующим психологам, но и студентам Института искусства и медицинского университета. И теперь я структурированно знаю, как музыка влияет на нашу психику. В принципе, я могу это использовать в дальнейшей жизни. Профессор говорит, музыкотерапия – это знание, основанное на серьезных исследованиях. Разные звуки обладают нереальной силой и с помощью них можно даже манипулировать людьми. Представьте себе, что я начинаю утро с колыбельной. Представьте себе, что будет со студентами. И если бы я начал, то они бы, может быть, они спели бы со мной, сказали бы, спойте со мной. Шлаф, мой принцем, пей моя радость, уси. Тогда они и ранним утром под эту песню могли бы заснуть. Поэтому необходимо использовать музыку с определенной структурой. Визит профессора, совместно организованный Министерствами культуры и здравоохранения области, далеко не первый и точно не последний. Эти проекты мы проводим с 2007 года в рамках соглашения, договора, подписанного между нашим институтом и Высшей школой музыки и театра города Гамбурга. Музыкотерапия в нашей области будет только развиваться. Свидетельство тому и совместный проект, разрабатываемый Институтом искусств и Медицинским университетом. Музыкотерапия более широко применяется и для лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и для лечения пациентов с другими заболеваниями, желудочно-кишечного тракта, для широкой работы с детьми здоровыми в плане профилактики их психологических проблем. То есть вот мы видим, именно Медицинский университет, именно это направление, то есть направление вне психиатрии в большей степени. Так какую музыку надо слушать, чтобы быть здоровым и сильным? В процессе музыкотерапии это один из методов, то есть не навязывание музыки терапевтам, а где-то нахождение этой музыки с помощью терапевта, собственной музыки пациентам. Медицинский университет